С мупом что происходит? А у нас квитанция по Сахаптинскому сельсовету одна. Если человек за какую-то услугу не платит, ему могут все обстричь и все. Поэтому сейчас сбор физических лиц у нас хороший, нормальный. То есть платежеспособность нормальная. Но у нас как котельная на электричестве очень много в месяц 200 с лишним тысяч уходит только за электричество. Она не на угле разве? Она на угле, а сами котлы электрические, подача угля, все это электрическое. Не имеется ввиду приправы? Там нормальная, хорошая, все. Но в связи с тем, что Сергей Геннадьевич заболел, никто не хочет на эту должность идти. Сейчас он уволился по состоянию здоровья. Но я теперь не знаю, как сейчас новый глава придет, будут заключать договор может быть с кем-то. То есть сейчас опять-таки, получается, имущество это изъяли в МУП Назаровского района, тогда, получается, судьба Сахаптинского МУПа предрешена. А ему с чем работать, если у него не осталось сейчас ни котельных, ни напорных башен, ни чего? Это все как было, так и есть. Ну, по бумагам, да, это в ЖКХ Назаровского района. Ну, это решил, не знаю, кто так решил. Ну, госпожа Мпилогова. Ну, а имущество, оно как было, все, так оно и здесь и есть. Мнение-то людей тоже важно, конечно. Они спрашивают, кто будет тогда нас обслуживать. Да кто обслуживал, тот так и будет обслуживать. Мы же уже говорили. По бумагам, видите, непонятно, что-то происходит. И опять, получается, ни с депутатами, передавая это имущество, не посоветовались, ни с людьми как бы не переговорили. Но, тем не менее, какие-то бумаги родились, что имущество пересылало ЖКХ Назаровского района, Бастриков. Бастриков хочет свой тариф получить по Сахапте, уже в обход МУП Сахаптинского. То есть, вот об этом, получается, никто ни с кем не разговаривал. Нет.